Поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи, мира всем, любви, добра. У меня есть несколько вопросов, которые я хочу здесь задать. Я отключаю комментарии, потому что достаточно уже комментаторы из фабрики троллей заработали денег на моих постах. Я сначала не мог понять, почему они пишут такие длинные комменты, а потом узнал, что получают пословно свои копеечки. Ну ничего, посидите на сухой пайке. Это же как надо быть неуверенным в мнении народа, чтобы вливать такое количество госбюджета в эту фабрику троллей, чтобы они изображали, что народ и власть едины. Но да ладно, я не могу не задать пару естественных, мне кажется, для каждого человека вопросов. Вот вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Вот как это? Объясните мне. Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире, вы официальные лица, вы приезжаете, вы везете благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это, оказывается, потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче – это не мы. Малайзийский Боинг – это не мы. Мариуполь сравняли с землей – это не мы. В Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память. С праздником Пасхи! Продолжение следует...